МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Держава немая намеру продавать контрольный пакет акций Гомсельмаша. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил подчас размовы с работниками холдингу. Керавник державы здесь не у рабочую поездку у Гомельскую в область. Кроме завода Гомсельмаш президент наведал обновленную детячую больницу, ознайомился с организацией работы в установе и ее материально-техничной базой. Анастасия Кучинская протягнет. Старт реконструкции детячей областной клиничной больницы в 2016 году дало распоражение президента. Будовля стала агульно-республиканской. Великие бюджетные дотации, спонсорская допомога и охверование. В будовництве принял дел практически кожный беларус. В вынику побудовали палацами. Наведо так Александр Лукашенко выказал все проубаршенное. Медицинская допомога маленьким пациентам за усею Гомельской в области теперь вышла на новый узровень. Тут усе по обложнему слову техники. Два новые семиэтажные корпусы дозволили створить отделение, яких ранее не было, а и снуютшие поширить практически в два раза. Знахожение пациентов стало куда больше комфортней. Первый раз в такую больницу попала. Очень атмосфера, очень хорошая. Люди очень отзывчивые, добрые. Врачи очень. В больнице, конечно, на высшем уровне. Комфорт, конечно, важный, а легаловный плюс побудованного медицинского центра. У том, что у Гомеля на рэште у одном месте удалось собрать дитячих урачов у всех медицинских направлений. Хирурги, травматологи, рейматологи, педиатры разного направления педиатры, они все здесь. И это очень важно, потому что когда возникала необходимость их консультации, ребенка приходилось привозить консультантов, сейчас мы все здесь, на этой базе. У баченному больнице президент застался задоволенный, а вось нагом сельмаши риторика была уже иншая. У размове с коллективом завода президент отзначая, ближайшие два-три годы будут складанными. Это связано у тем лику с недобросумленной конкуренцией и невыконанием обвязальництва у рамках Евразийского экономичного союза с боку России. Мы зажаты с запада разными лекционными классами и так далее, нехолондами. И мы зажаты, к сожалению, с востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Вы это знаете. Они Россельмаш свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в рамках Евразийского экономического союза. Это неправильно, это несправедливо, и эту проблему мы, конечно же, будем... Мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительства и даже президентов. Президент отзначил, что будут прикладаться намагания для створения ровных конкурентных умов. А дгом сельмашилцев потребуется у первого шарга попрацовать над якостью продукции. Так само президент дорушил запустить в Украине масштабную программу по одновлению и модернизации старой техники. И это тычется не только гом сельмаш, а и маза, МТЗ. Приведение парадок старой техники могло бы стать полновартосным, додатковым накерунком работы, которая была бы запотрабована не только в Беларуси, а и в сумежных краинах. Отслужил в колхозе, в совхозе, по-старому говоря, в сельхозкооперативе у фермера комбайн 8-10 лет, изношен, он его под забор покупает новый. Надо не под забор, надо пока он на ходу, изношенный комбайн, его сюда. Это будет дешевле для крестьянина, а для вас новый объем работы. Если это позволит сохранить трудовой коллектив здесь, для меня благо. То, что это будет выгодно крестьянам и государству, это тоже благо. Сельмашилцы подшули звуцного президента, има быть головные для себе слова. По-перше, держава подрымливая модернизацию, якую я не хочу изробить, а по-друге, не отмовится от контрольных пакета акций предприемства. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным. Я знаю, к чему приводит приватизация. Я боюсь, чтобы наш завод, Россельмаш давно предлагают, давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. А все остальное, ценное, будет и конструкторская разработка, и наушно-техническая, все там, в Ростове. А мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно. Должны быть партнерские отношения. После размобы с президентом работники завода своими уражениями поделились с журналистами. Все хорошо, нас оценил, но попросил, чтобы мы более качественно работали. И мы будем стараться выполнять свою работу более качественно, для того, чтобы оправдать его надежды. И предприятие наше продолжало работать долгие годы. Мне приятно было слышать о том, что он сегодня похвалил наш суперкомбайн. Мы тоже им гордимся. Мне приятно было слышать о том, что мы хорошо сработали по импортозамещению, потому что я ведущий инженер-технолог по импортозамещению. Прозвучало напрямую, открыто, что контрольный пакет государства никому не собирается передавать, что хочет кто-то войти в долю к нам. Ну, пожалуйста, пусть входит и помогает нам, и мы им поможем своей техникой. Этот коллектив успокоит, и, я думаю, разговоры после этого разговора полностью все прекратятся. Еще не передо дни визиты у Гомель президент отзначил, что эта поездка будет, так сказать, контрольной. Керавник державы проверить, как выполняются его дорушения. Эх этой якость реконструкции больницы выник распроцовки нового суперкомбайна. Экзамен керавника державы Гомель вытрымал, али напереде яшчэ шмат работы. Настасия Кучинская, Валерий Хапанько, телерадио «Кампания Гомель». Сегодня православные верники означают день памяти проподобной манефы Гомельской. С дня народжения святой сё лето сполнилась 100 годов. Будучая проподобная манефа Мария Скопичева народилась под Гомелем, увёзтося у руки в 1918 году. С детинства, покутывающей от церебрального паралича, яна не могла ходить. Однако несла свой житёвый крыш с покорой и любовью до Господа. В 1918 году девчина поступила у лик сестёр Чонковского жановчего монастыра. Подчас войны схимница продказывала лёс солдат, а после закрытия монастыра матушка почала примать шматликих наведывальников уродные вёсты сё руки. В эпоху повсюдного атеизма своим даром яна наближала людей до православной веры. Оцеляла хворобы, как душевные, так и физичные. Померла подвижница в 1984 году. Её духовное чадо монахини Феодосия, которая много о ней рассказывала, которая ходила пешей из перероста в севрюки к ней, хотя бы раз в месяц, но посвящала ей. Говорила, что вот как пойдёшь, побоишь в матушке, как она наставить по жизни. Говорила, ну месяц летаешь на крыльях, а к ней шли не одна, не два человека, а шли сотни тысячи. И в то время гонений как раз этот человек давал духовную силу нашему народу. 11-го жнивня 2006 года святые мощи Манефы были знойдины неотленными, и по сегодняшний день они знаходятся у свято-петропавловским соборы Гомеля. Про сгодье имя было канонизовано. На передо дни свята дорогу до храма упрыгожили стометровым кветковым диваном. Узор починается с образа орла, символу мудрости и силы. Сотни паломников и святоров, сироды, яких были и сучастники матушки Манефы, собрались у Гомеля, как ушановать Гомельскую святую. Я думаю, что многие, наверное, еще сегодня помнят ее. Молительно будем обращаться к ней и просить, чтобы она, которая жила на этой благословенной земле, и стяжала благодать Святого Духа, чтобы она помогала и всем нам на нашу жизнь, вдохновляла всех нас на дела добра, любви, милосердия, как она всегда призывала. По воле лесу свой монастский подвиг Манефа не слоняю в монастыры, а сирот звычайных неуцерковленных людей. Парады монахини были простыми и действенными. Открыть свое сердце для молитвы, покаяния и милосердности. Празъяе хворым подавалося здоровье, бедным сутяшенье, а тем, кто сумуе – радость. Дякуючи ее молитвам, многие вернулись на шлях выратования. Незвычайная сила веры Манефа до этого часу притягивает ее людей из разных утков православного света. Матушку мы чтим, помним, просим ее святых молитв у престола Божия за нашу Гомельскую землю. Ракош с ее мощами, Матушки Манефа, находится в Петропавловском соборе. В открытом доступе всегда можно прийти, помолиться, просить утешения, исцеления. Ну и благодарить, конечно, Бога, не забывать о том, что происходят в нашей жизни такие замечательные чудеса, как мы живы, здоровы, веселы, радостны, и все у нас будет хорошо с помощью Божьей. Ганна Корольчук, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля примали представников деловых колы Узбекистана. Потенциальные партнеры белорусских предприемствов наведывали вытворчасти и примали удел в работе контактно-кооперационной биржи. За ходом визита садши у Олег Синцерову. Спочатку деловая субстреча у Аблоконками, потом наведывание перепроцовщего предприемства, акционерное творчество «Мелковито» на рынке уже больше 35 годов, и за этот час не только освоило значный ассортимент, а и на блогопыт по творчеству запотребованной на днишних рынках продукции. Что день на «Мелковито» перепроцовывается до 650 тонн молока. Для поравнаниях это больше 60 высоких автоцестернов. Причем для того, как молоко было свежим, я его привозить второй же на день. Вся ранечный, дённый и вечерний доек. У складе делегации Узбекистана, представники администрации и деловых колодевых областей, Новоиской и Андежанской, на молокоперепроцовжем предприемстве, размыва в вырабляемом ассортименте и максимальных поставках белорусской продукции, с великим того, что зараз «Мелковито» поставляя продукцию у Китай, Узбекистан так само может разглядаться как потенциальный партнер. Хоть больше примальный для этой краины вариант – бытовничество уластного завода по белорусских технологиях и с допомогой гомельских специалистов. «У нас есть вариант, есть пустующие площади, есть пустующие фермерские хозяйства, которые мы можем вам предоставить, и на этих же площадях с помощью вашего опыта начать производство и переработки молочных продуктов». «Бадай, самая значная проблема, якая можа узникнуть при реализации такого проекта, односно низкие объемы молока, якое можа поставляться на новую вот творчость. По приблизных подлигах размыва идея не дяб 12 тонн в сутки, а этого 50 разов меньше, чем перепрацовывается зараз у гомеля. Хоть отмывляться от идеи, баки покой не сбираются, необходимо разглядать разные варианты. Рынок молочной продукции Узбекистана достатково ёмистый и белорусские предприемства еще могут занять на ним свою нишу. А в сфере инших интересов деловых колов Узбекистана можно мерковать по спеце предприемству, представники яких были запрошены на контактно-кооперационную биржу, организованную гомельским отделением Белорусской гендово-промысловой палаты, сельскохоспадачае машинобудавання, жилёвое и дорожное будавництво, нафтохимичные и харчовые вырыбы. Экономичная супрационница Узбекистана можа быть вельмя масштабным. Пакуй гэта краина не уаходзить у лека основных внешнеэкономичных партнёров в области, а леба кимович намер выправить гэтую ситуацию». И в Самарканде, и в Ташкентской области мы хотим представить потенциал Гомельской области, и поэтому хотим показать, что у нас разные сферы развиты, и, естественно, презентовать нашу область как крупную промышленную область и предложить варианты сотрудничества. Плюс мы подписываем соглашение с Самарканской торгово-промышленной палатой. Адик Сентяров, Игорь Мариченко, телерадуя компания «Гомель». Правовая допомога молодым специалистам от Гомельского областного объединения профсоюзау. Месячник профсоюзной правовой допомоги молодым специалистам стартовал у регионе. Третий год запор инициатива реализуется уапошний месяц лета, калі выпускніки высшейших и середних специальных навучальных установ пачинают працовную дейнасть. Бесплатную юридычную консультацию оказывает Головный правовый инспектор працы Гомельского областного объединения профсоюзау Катерина Филипцова. Пытание працы уладкованне, льготы гаранты и правила у заключения працевного договора, установление режима дня и выходных, а так само выплат компенсации при переезде у района, темы, по яких можно звернуться на горячую линию. Яна працует каждый ауторок с 14 до 17 годин. Номер телефона у Гомеля – 329085. А кроме того, звернуться за консультацией можно и особисто. Областное объединение профсоюза по улице Советской, 29, кабинет 511. То, что официальное открытие горячей линии было в августе, уже в июле нам начали поступать звонки. И на сегодняшний момент уже порядка 20 молодых специалистов обратились на нашу горячую линию. Также приходят молодые специалисты и на личный прием. Некоторым мы уже оказали помощь составления определенных документов, так как увидели определенные нарушения. Это касается тех молодых специалистов, которые уже успели немного поработать. Установлено было ряд нарушений, таких как работа не полученной специальности квалификации, не получение молодым специалистам доплат положенных тарифной ставки окладу, не выплата денежной помощи. 11 707. У Гомельской области селета отримают одноразовую материальную допомогу до навучального года. Патримка житяуляется в рамках державной программы «Здоровье народа» и «Демографичная безпека». Выплаты продугледжены для семьи, у которых выховывают трех более детей. Выдаткованная на регион сумма 1 миллион 300 тысяч рублей. На каждого школьника выделять по 45 рублей. Подденье программы в нашей области трапляют каля 30 тысяч школьников. Для оказания единовременной материальной помощи к школе законным представителям необходимо предоставить в территориальные центры по месту регистрации следующие виды документов. Паспорта родителей копии оригиналы, свидетельство о рождении всех несовершеннолетних детей, удостоверение многодетной семьи копии оригинала. В школе берутся справки о том, что их несовершеннолетний будет обучаться в 2018-2019 учебном году и открываем счет на законного представителя, именно на маму. В настоящее время данные выплаты уже получили около тысячи семей. И кроме этого, я хотел бы сказать, что малоимущие пользуются еще и другими видами помощи. Это как бы и спонсорская помощь, благотворительная помощь, проводятся разные акции. Поэтому это не только за счет средств бюджета. У регионе стартовали доброчинные акции. Бадай, самая масштабная, зберем портфель першокласснику. Далучиться до ЯЕ закликают предприемства и организации в области индивидуальных предприимальников. Школьную вопротку и обуток канцелярские приналежности збирают для малозабеспеченных семьев, детей-сирот и детей, которые остались без опеки батьков. На приконце жнивне у Агрогородку Ляскавич, и что у Петрыковском районе вызначат самую прыгожую девчину Палесся. Центр моды и прыгожостей «Хрустальная нимфа» при поддержке Головного управления идеологичной работы культуры и по справах молоди Гомельского Аблова Конкама организует конкурс «Палесская прыгожунья-2018». Отбудется падея 25-го жнивня в рамках Международного фестиваля этнокультурных традиций Клич Палесся. Темчасом на пиаре до дни у Гомеля пройшел кастинг претенденток на уделу конкурсе. С девчинами познайомилися и наши корреспонденты. Усех, кто сегодня приехал у Центр моды и прыгожостей «Крыштальная нимфа» – представницы Палесского региона. Молодые девчины уродженки одного из 12-ти районов Паудневой Беларуси – Гомельской и Брестской областей. Им от 16-ти до 23-го до ростом выше за 170 сантиметров. Вось бадай и все критерии, якими обмежевались жюри для проведения кастингу. Непосредственно на место девчины заполнили специальные анкеты, после организаторы вымерали параметры их фигур и запросили на особистую состречу. «Я интересуюсь такими конкурсами и узнала кастинги из соцсетей. Родители были за, сказали попробуй». «Я хочу побороться в свои страхи. Это какой-то новый шаг, новый этап. Это очень интересно». Серд членов жюри кастингу представники организатора конкурса Центра моды и прохожостей «Крыштальная нимфа» так само спонсоры. Девчинам задавались питания на кон их занятости, особистых захоплений в опыту публичных выступлений. А кроме того, жюри высветляла относится на прогожонь до мягчимых измен в внешнем выгляде и в воголе проверяла их характер. «В подобном я никогда не участвовала, хотя в детстве мечтала попасть на Мисс Беларусь. Поэтому подумала, раз не попала на Мисс Беларусь, значит, могут быть шансы здесь». В середу дельниц кастингу были две сестры, спортсменка, которая занимается шмат борьем, наставница, которая мает стать журналистом. Кожная из девочек – интересная особа, это означает и журы. «Я считаю, что все девочки достаточно уверены, свободны в общении и достойны принять участие в этом конкурсе. На самом деле они все держались очень хорошо. И я думаю, что мы оставим всех, кто сегодня шел на кастинг». До конкурса застается два тыдня. У понеделок девчины примут удел в специальной фотосессии для онлайн-голосования. Затем начнутся уроки дефиле, спортивные тренировки, от прозовка танцевальных и других выходов. Организаторы обязательствуют незабывное шоу при Гажосте и, конечно, самобытной культуры Полессия. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадо, компания «Гомель». Это и так и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу. Пленных выходных и до новых встреч в эфире.